Подели, дели, дели Цену по четвертям Подели Не откладывай сразу, купи Подели Дели, дели С Подели от Альфа-Банка забирайте покупку сразу за четверть цены И платите без переплат равными частями Выбирайте магазины на подели.ру Игра должна заставить меня закричать Всем хай, с вами Юджин И это последний раз, когда я так громко говорю в этом видео Ведь мы с вами играем Don't Scream Как вы видите, я настроил свой микрофон так, чтобы он не заходил вот за эту черточку Зайдет за эту черточку, и хана Эта игра так сильно меня захайпила Тем, что это хоррор В котором процедурно генерируемые скримеры И в этом хорроре ты должен за 18 минут ни разу не закричать Тебя будет пугать, тебя будет как только не драть В хвост и в грибу, но ты не должен кричать Ты должен расслабиться и получить удовольствие Иначе ты проиграешь У нас 18 минут, друзья, поехали Говорим спокойно Вот такая громкость должна быть все 18 минут Что бы ни произошло, игра выглядит супер реалистично Из-за чего, из-за чего нет, из-за чего моя фантазия еще больше О, как все, как все тормозит А почему так все тормозит? Фиг его знает О боже, это реально как будто снято Как будто я, видимо, из Блэра смотрю О, труп Это я убил труп? Возможно Смотрите, 93-й год сейчас Я, на самом деле, я еще ни одного скримера не видел здесь Я не знаю, насколько они громкие Я сделал наушники погромче, потому что интершумы очень плохо слышны И как бы непонятно, за тобой кто-то следит, кто-то идет, преследует Или что-то такое делает, или нет Надеюсь, вы взяли себе покушать Потому что мы с вами идем на пикник в лес Очень милый, тихий, спокойный лес Стоп Это что, самолет? Это самолет разбился Это же кошмар Места с эконом-класса О боже Я чуть не закричал, когда это увидел Я, кстати, один раз всего в жизни летал бизнес-классом И то случайно Потому что меня просили пересесть Ко мне подошла девушка и попросила поменяться с ней местами Потому что ее подруга сидит в эконом-классе и боится летать Не можешь ли ты, моему молодой человек, сесть в бизнес-класс? Я сказал, конечно же, могу Смотрите А, я думал, это кто-то висит А это и так, правда, кто-то висит Что? Откуда здесь вот это? Откуда здесь вендинговая машина? Не может быть такого Можно использовать Это даст нам в жизни дополнительное? Нет Но реально трупы висят То есть какое-то время пришло после того, как самолет упал Кстати, я тут быстро бегать-то и толком и не могу Если что Значит, как мне понять, от кого убегать? Вообще должна быть такая замедленная графика Потому что ощущение реально, как будто все очень замедлено Но, блин, реалистично Слышите? Это, кажется, приемник какой-то Пойдемте послушаем сообщение Мы должны сообщить о том, что самолет упал Мы явно не отсюда Мы просто гуляли Фонарь есть у меня? О, фонарь Прекрасно О, боже мой У нас 15 минут осталось Знаете, эта гребаная игра решила уже сейчас ударить по моему самому страшному страху Вот поэтому, да Фу, мне аж ладошки вспотели То есть для меня полет это достаточно тяжелое испытание Всегда было так Ну нет, не всегда на самом деле В какой-то момент так началось Какая-то травма, череда неприятных событий И вот Теперь для меня полет это страшная вещь Но я борюсь с этим Я стараюсь это излечить Потому что это нужно излечить Потому что это отнимает у вас свободу Что-то, по-моему, все темнее стало внезапно, да? Вам не кажется, что Внезапная ночь настала? Такое ощущение, как будто мои шаги Это не мои шаги Как будто бы мои шаги это чужие Кто-то ходит моими шагами О, это дерево, Северочка Кто-то Ходит моими шагами Реально, я бегать не могу Я не знаю, как я буду убегать А в целом, нужно ли убегать? Учитывая, что мы можем проиграть, судя по всему Только Если Закричим Липец темно 14 минут осталось Неужели это всего 3 минуты прошло? Или здесь таймер неисправен? Тихо Я не хочу проходить это 2 раза Я хочу за 18 минут Отстреляться Охренеть и забыть Интересно Мой персонаж Уже подумал про себя? Какой он дебил? Конченый идиот, что попер сюда В этот лес С этой камеры своей Надеюсь, что он тысячи раз уже пожалел Стоп, стоп, стоп Не забывай, мы не должны кричать Я не буду кричать Понятно? Я здесь не для того, чтобы кричать А для того, чтобы победить Че с тобой, я автомат Как будто со мной общаются Азбукой Морзе Пи-пи-пи-пи, мой друг Пи-пи-пи-пи Мы в лесу играть-то будем По большей части Или в каких-то вот этих странных Это же кусок Это же магазин Магазин, который находится в лесу Не может такого быть Вот здесь не может быть По определению Потому что тут нету города Кто будет в своем уме Ставить магазин Посреди леса И подвешивать там людей голых Ну кто так будет делать? Но это плохой маркетинговый ход Я так вам скажу Мне кажется, что это просто Лимбо Чистилище Мы погибли уже в этом самолете И теперь это все, что мы видим После смерти Отские бесконечные страдания Или же все не так Или самолет упал не случайно И все это подстроено Господи Пойдемте сюда О, парковочка Ой, блин Все, мы уходим Мы уходим Мы уходим А куда мы уходим? Я же не знаю, куда идти Ты будешь бежать, урод? Он не хочет бежать Экономит силы Мудро Может быть Бежать можно будет только Когда монстр появится Вообще не понимаю Появится он или нет Так как 11 минут осталось Господи Это самые долгие 18 минут в моей жизни По-моему Че, мы правильно делаем? Перед тем, как мы Перед тем, как мы начали игру Там было написано Исследуйте как можно больше леса Он Он огромен Сказали Кабанчик Всего лишь кабан Ай Нельзя так напрягать Свои Свои мышцы Аж свело немножечко шею Я даже не знаю, ребят Если я не закричу ни разу За всю игру Вы будете разочарованы Или нет? Наверное, скорее всего Будете разочарованы Но Честно вам скажу Я не буду притворяться Я крикну только если Незапно меня застанут Врасплох И вопль Реально Вырвется из меня Потому что Эта игра Потому что Потому что Эта игра Бросила мне вызов Я его принял Все по-честному Они просили меня Играть честно Не кричать Я играю честно Честно вам скажу Сделано очень круто Лес такой Настоящий На вид Я как будто Реально в лесу Или смотрю Кассету чью-то Прикольно Если это просто Перезаписано Поверь чего-то Домашнего видоса Эротического Так вообще Как будто я перемещаюсь Вот когда Случаются эти затмения Я как будто в другом месте Оказываюсь Смотрите Там кто-то был И там кто-то Фонарик Вот-вот-вот Видите Вот видите Вот видите Вот видите Опять эти Хорошая работа Со звуком Молодцы О нет Это там Ладно 9 минут осталось Пойдемте Туда Где кричали Судя по всему Кто-то там Только что Жестко проиграл Эту игру И придется Ему начинать Заново Опять стрелка Опять стрелка Я не дурак Я пойду В другую сторону Ой блин Перестаньте Что с моей камерой Опять самолет Какой у тебя план Игра Такое ощущение Такое ощущение Как будто бы Она Спец Да Я оказался прав Я не договорился Мысль Но я оказался прав Игра Специально Ждет Челюсть хрустнула У меня Игра Спец Тварь Ты серьезно Мой выдох Она восприняла Как крик Какого хрена То есть я просто Вот так я сделал Черт Так обидно Это больше Фрустрацию вызывает У меня Чем что-либо Хорошо Давайте попробуем Еще раз В этот раз Мы даже не дышим Пойдемте в другую сторону Мы уже были там Где магазин Ааа Смотрите Здесь есть вывеска Так вот Я не договорился Что игра Специально ждет Пока останется Там минут 5 Чтобы Как следует Начать тебя пугать С этими паучками Жучками Я Не ожидал Таких скримеров Если честно Я думал Это будет просто С громким звуком Тварь такая Прям на меня бежать Вот чтоб Надо было тебе Еще и спасаться Отбиваться Возможно Нет Не отбиваться Просто спасаться Так Там фирма А там кладбище Куда пойдем Где может быть страшнее Погодите Там еще есть Хомстед Я не знаю Что такое Хомстед Честно не знаю Ну ладно Не важно Короче идемте на ферму Кое время начинает темнеть Почему начинает темнеть Так быстро Как-то обидно Что темнеет Потому что лес Выглядит и без того Очень жутким Вот реально Эта темнота Ни к чему совсем Так как Столько работы над лесом Он такой реалистичный И классный Что его можно просто Как пресет уже Продавать другим играм Реально Суперский лес Сделан По всем Законам леса Явно Чуваки пошли В лес И фоткали И фоткали Абсолютно все Вы бы даже 3D сканы делали Кто бы знает Этот лес 3D скан Возможно Это самый тихий видос Который я выкладывал На своем канале Ага Повозка Это означает Что мы рядом с фермой Это верный признак Того что ферма рядом Вот ферма Этой фермой Трудно назвать Это просто старый Всратый сарай Здесь конечно же Трупы висят И трупы лежат И всякие различные Символы культистские Это цветочек Похоже на цветочек Скорее всего Нарисовал красивый тюльпанчик Видимо сегодня 8 марта И все эти люди Висящие Тоже похожи на тюльпанчики Что происходит Где я Так должно быть Я ничего не вижу А О Ну все Вот теперь понеслась А что так долго Были помехи Интересно Прогружалась Я так понимаю Эти ребята Не хотят пугать нас Именно скримерами Громкими Они хотят Чтобы Именно визуал В первую очередь Нас напугал Это дом фермера Ой боже мой Дома фермера Всегда очень жуткие А вот и тележка Из супермаркета Что давайте зайдем в дом Давайте зайдем Конечно же Фермер дома? Кажись нет Я хочу в дом К фермеру О боже мой Походу фермер Дрова там рубит О С собачкой Как же Черт подери Жаль Что мы в дом Не зашли Вон 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 Что-то светится А черт Это всего лишь Стрелка А где фонарь? Фонарь пытался Сбить меня С пути Я шел В ту сторону Ай Кажется мне Птица В глаз Влетела Какое бывает О Колодец Перестаньте Звуки Почему Лезь такой громкий Вечно Это кто был? Мишка? А Это просто вороны Полетели наверх Ничего страшного Мишка тоже В принципе Не страшно Мишки Это очень милые Существа Вспомните Винни-Пуха Паддингтона Паддингтона Винни-Пух Очень добрые Они ярые Ярые Яркие Представители Мишек И панды Панды Тоже очень добрые Господи Я заблудился Ты как так? Ну блин Ну нет Если я просто Вот так сделаю И все То есть я должен Молчать Просто молчать Ладно Мы сделаем вот так Сейчас Микрофончик поближе Себе подвину Чтобы я говорю Вот так Нормально, ребят? Подели Дели Дели Цену по четвертям Подели Не откладывай Сразу купи Подели Дели Дели Давайте пойдем Посмотрим Кладбище Из всех Скримеров Которые мы могли Здесь ожидать У меня Именно Победил Скример С оленем Обычно Как-то обидно Очень обидно Итак В какой-то момент Начинает Выключаться Солнце О, кладбище Прямо здесь Рядом Я думал Лес огромный А тут все Очень близко Друг к другу Чисто участок Большой И все Поднимите на кладбище О, сейчас Читаю книжку Кладбище Домашних животных Стивена Кинга Я когда-то В детстве Смотрел фильм Меня он довольно-таки Сильно напугал Я никогда не читал книжку И вот сейчас Я решил ее Прочитать Меня просто еще Мне продали Эту книжку На самом деле Это фраза Что сам Стивен Кинг Считал Что она настолько Жуткая Что он не хотел ее выпускать Даже И выпустил ее Только Из-за определенных Обстательств Которые ему нужно было Сделать Которые ему нужно было Решить Так скажем Поэтому Вот он ее и выпустил Я такой Блин, ну Если вы уж так Написали про книжку То сто пудов Ее надо Почитать Случай Я читаю Я где-то На треть Я треть прочитал Собственно Поэтому я и вспомнил Они Потому что мы Тоже на кладбище Сейчас в лесу Это человеческое кладбище Кстати, большое Достаточно Надо потише Говорить Эта экспрессия, Евгений Твоя здесь не нужна Ты в лесу И тебе опасность угрожает А именно Олени Олени Будьте прокляты Твари Твари, которые приведут Человечество к гибели Вот что я думаю Это все олени Все могилы безымянные Кстати говоря Словно могилы Всех пассажиров Того самолета Мы же не знали Как их зовут Когда летели Вместе с ними Правильно И так В нашем сознании Нарисовалась Картина их Погребения Что они все лежат В безымянных могилах Жутко Жутко Видите 15 Все Я ждал Супер стремного Визуала Пока что Самое жуткое было Сейчас Это женщина в белом Господи Я от нее Не стремнулся А какой-то сраный Олень Мне очень стыдно Если честно Так Ну все Кладбище Заканчивается Идем В другую локацию Не знаю В следующей локации Какая может быть Нам бы вернуться В тот самый Перекресток Откуда мы начали Чтобы по следующему Указателю Пойти в другое место О Опа Обратим Видите Видите Засветилось только что Что-то Засветило Сма Ни хрена себе Как мы так взяли Вот это я ориентируюсь В темном лесу Вот это я мастер Не ну серьезно У меня было Тысяча вариантов Пойти В любую другую сторону А я пришел Четко Сюда Таковы шансы Ага Гребаный лось В прошлый раз был олень Теперь это был лось Они хотели пойти на усиление Поняли свою тактику Что я боюсь Парнокопытных Но У меня иммунитет Итак Пойдемте в холмстед Вот сюда Я Ой Кто там срется Сверху Слеток Гели что ли Я как бы стараюсь Поглотить крик Главным дыханием Но когда я так вдохнул Это должно Куда-то деться Поэтому я аккуратно Выдыхаю Последнюю подлость Которую могут сейчас Сделать разрабы Это внезапно Мне Дичайший Дичайший Звук В наушнике Пустит Чтобы я Просто дернулся От боли в ушах Я не сделать Должен это На последней минуте Котик Слушайте Иногда Таймер замирает Таймер замирает Пока я стою На месте Я должен двигаться Привет Котик Заходим Давайте Все Домой Пришли Интересно Это Эти тыквы Это типа Под хэллоуин Просто добавили Что тыквы Немножечко Так скажем Смягчают Атмосферу Потому что Я сразу начинаю Ожидать Просто что Детишки Всякие Сейчас пойдут Будут петь Песенки Короче нам нельзя Останавливаться Вот такое Правило Должны всегда Двигаться Всегда Как много дверей Здесь есть генерация Рандомных событий Внутри дома Что если буду Просто вот так вот Ходить А если я Подойду к стене Ааа Нет Думаю Если я буду Упираться в стену И при этом Жать вперед Будет ли Работать таймер Таймер не работал Они шарят Они измеряют Мою скорость Видимо Интересно А если я бегу Если я спринт Жму Таймер идет Быстрее 7 6 5 Кто там смыл Или что это Кто-то ковыряется В сливном бачке О нет О нет Жуткая Нет Пожалуйста Бежатся Я немножечко Сиранул Чуть-чуть Когда эта штука Рыгала мне в рот Очень пронзительно И долго О Точила Да перестань Почему моя камера Неисправна Какого хрента Идешь В лес Неисправна О Садимся Давайте мы возьмем Эту Девушка Вот Аккуратнее Чуть Только что Я не сдал Звук громкий Я захотелось Сделать Выдох С У Видите Кому Сразу На микрофоне Сразу Дает о себе Знать Что Евгений Я тебя Мониторю Ага Смотрите Как я прочитал Их психологию Естественно Они будут Под самый конец Игры Меня пугать Скримерами Следующие Будут Скримеры Правда Не знаю Почему Я не крикнул То ли Я настолько Сильно Хочу победить Боже мой Да 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 Слышите Теперь Крики И звуки Все громче И громче И более интенсивным Это все Напоминает Мне Игру Path Я сказал Path И проиграл Единственный Мой враг В этой игре Это мои Собственные Рассуждения Блин 6 минут Я должен Пройти Эту игру Я должен Ее пройти Давайте Будем Ити Без Остановки Чтобы Не дай Бог Не дай Бог Таймер Не остановился Хочется Больше Интересных Находок В этом Лесу Говорят Что Он Огромен Значит Мы Должны Пойти И убедиться В этом Я буду Просто Жать Вперед Как Никак Мы знаем Что Это Всего Лишь Игра И Карта Здесь Квадрат Если Если Я буду Жить Только Вперед То Упрусь Куда То Либо Я Вдруг Осознаю Что Меня Просто Телепорт Я Постараюсь Вообще За всю Игру До Самого Конца Не отводить Лицо В какую Либо Сторон Я Буду Смотреть Летает Тут С Фонариком Олень Олень Думаю Что Нибудь Получше Птица Упала Молодец Вось Молодец Олень Они Все Таки Сообразили Что Более Изощренное Просто Мне В лоб Побежали Гады Теперь Я Не знаю Отклонился Я Или Нет Скорее Сюда Реально Огромный Лес И Нихрена Нет На Эта Игра Этот Лес Он В Раннем Доступе Кабан С Фонариком Это Страшно Если Они Уже Научились Фонариками Пользоваться Что Нас Ждет Дальше Господи Как Только Таймер Отсчитает Десять Минут Вот Тогда Начнется Массированная Бомбардировка С Кремерами С Кремерами Вот 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 Есть Одна Мерзкая Уловочка Которую Эта Игра Которую Эта Игра Использует Бомбардируя Меня Всякими Различными Скримерами Она Заставляет Мой Пульс Учищаться А Когда Мы А Когда Мой Пульс Учищается Я Говорю Более Экспрессивно Больше Дыхания Больше Воздуха Использую Голосовые Связки Громче Звук Издают Голос Начинает Дрожать Мне Труднее Его Контролировать Баба Которая Шла Позади Меня Чуть Меня Не Победила Голосова Осталось едешь на конь стрёмной горки рек позволяет тебе выплеснуть эмоцию и таким образом освободить себя от этого напряжения здесь она просто растет просто есть копится привет и звонка казался это тоже кровь 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 очень много за четыре минуты до качания на меня поймала я даже не сделал громкого звука а можно громко говорить хотя бы так не смейте грамм да я знал я правильно прочитал что они будут просто самому концу самый страшный тварьские штуки делать со мной я умру темно и что-то надолго темно стало вы не отчет телепорт нулю что я только что меня теле парт ну ли потому что я дошел до края ну что там о как мы здесь оказались главное где это мы оказались дом фермера или нет или чей-то дом его кажется не узнал сначала я подумал что за дом фермера оказалось нет о миссис и подскажите как пройти семь восемь минут ладно что это что это скле мы на кладбище реально реально нет не выключай свет это было неплохо по крайней мере говно растеклась по моим жилам это знаете когда во время страха не адреналин в кровь прыскивается сразу дерьмина так ну ладно насекомых хороший хороший трюк пустите не страшных насекомых и как только ты расслабился сразу бежит женщина с намерениями совершенно не дружелюбными три с половиной минуты ты чувствуешь зло как я сейчас выиграю ох я выиграю заметьте я голову не увожу от микрофона игра должна заставить меня закричать не получилось я твой труп на верёвке шатал ой кто-то тут ползал всего лишь минута 30 минута 30 секунд этот кошмар закончится дачу воздух горло подошел ладно не рыгнуть паника присутствовала не знал остановится она или нет или будет идти до последнего на меня сейчас будет после насекомых что-то жуткая я тебя раскусил игра зря стараешься 24 секунды 3 2 1 а дальше чё свет а дальше то что почему игра не заканчивается я не знаю почему игра не заканчивается я я могу кричать я могу кричать могу кричать оба наконец-то я могу кричать мы прошли эту игру конечно же это всего лишь ранний доступ а значит игра будет дорабатываться я могу сказать что это очень интересный концепт больше такого больше разных способов контролировать поведение игрока как была старая игра pain view drive называлась мы с вами давно давно в нее играли еще в 2014 году и там она отслеживала как ты мышкой дергаешь при скримере насколько сильно чтобы замерять уровень твоего испуга и паники соответственно и у тебя отнимались хп от этого вот тут есть очень большой недочет в виде того что ты можешь просто такой звук сделать сейс бы то есть ты как бы не крикнул игра не понимает что есть крик она просто уровень громкости замеряет любой пул или вот так задел и все и ты как бы проиграл что технически ты не закричал ты просто не задернулся не так но быть отец подошел или мать подзатыльник отдала таком ударился ну все ты же не кричал ночь подзатыльник получил звук издал и все то есть концепт неплохой надо его хорошенько обмозговать ребятами я думаю и еще большая проблема в том что игра очень одноразовая стоит ее один раз пройти и как бы тебе уже вообще нет смысла мне играть просто абсолютно никакого это как проходное кино знаете ты посмотрел и больше никогда не вернешься и звучит так как будто бы вот люди зря старались для меня лично всегда обидно их хочется чтобы игры заставляли тебя поиграть в них еще раз перри пройти что-то вспомнить хотя батута скримеры слабоватые здесь на самом деле были некоторые до электр неплохие но чисто психологически они не так хорошо работали на меня по крайней мере может быть другие люди просто срутся там интернете орут и не могут сдержаться опять же я знаю что возможно вам было интереснее увидеть как я прям закричу и тогда вы будете там весело смотреть это видео но я не хотел и нечестности то что игра дала вызов типа не закричишь проиграешь я не закричал ни разу проиграл раза четыре в итоге но я не кричал обычно я кричу в видосах потому что типа реально стрёмно допустим в ironbark были стряж страшно неожиданные скримеры которые прямо из меня крик вытаскивали и тем более что нету установки что кричать нельзя из-за этого ты кричишь очень легко опять же как бы даешь выплеск эмоциям чтобы успокоиться потом в этой игре старался как мог в общем мы победили друзья что вы думаете об этой игре надеюсь вам понравилось я хочу увидеть полноценный проект когда он будет завершён может быть мы с вами в него тоже поиграем чё я говорю тихо я могу говорить громко так как мы уже прошли поэтому друзья давайте раз уж мы можем кричать и издавать громкие звуки один друг другу мощнейший ладошка шлёп чтобы во все круги было слышно мы с вами от этого только выиграем все готовы раз два три и пять один друг из нас Продолжение следует...